Привет, друзья! Находимся с вами в Княгинском районе Нижегородской области. Буквально в 500 метров окраина практически, можно сказать, заброшенного села Песочное, где 9 дачных домов. В прошлом году я ее снимал и насчитал. Видео выходило на моем втором канале. Ссылочка, если не зовут, оставлю в описании. Кому интересно, посмотреть там и церковь кирпично заброшенная. А сейчас мы отправляемся уже пешочком вроде как заброшенную деревню Молебная, где, если верить спутниковым снимкам, около 30-35 домов. Может, конечно, быть и дачные, может быть и нет. Как говорится, пока сами побываешь, ты не узнаешь. В общем, идем. Нам пройти надо 4,2 километра, если верить навигатору. Через лес. Так, ну что, подходим мы к этой деревне. Прибит здесь стакатую. Табличка современная. Молебная. Где-то там, она в низине должна быть. Кстати, фруктовый сад пошел. И со всех сторон тут лес. Дорога на каты, наверное, на дачнике есть. Пока нуду, булочки язычные ем. Черт, прохолодался. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что дошли мы до деревни. В общем, здесь очень много дачных домов, но есть еще и заброшенные. Поэтому сейчас по заброшенному сначала пройдемся, а потом прогуляемся по той часть деревни, где еще дачные дома есть. Вот так вот сильно все заросло. Дровой, крапивой. Ужас. О, сеть маскировочная. А тут какие-то дети как будто разрисовали. Проползли. Но в итоге там был, скорее всего, дачный дом. Смотрите, посуда. Все на месте. Много мышки аж погрызли. Ух, какие вазы. Тяжелые. Такая вот тарелка. Пластик. Маден, Турция. Может, даже садах на Турции купили. Привезли. Различные чайнички. Заваренные. Столпочки. Горький. Горький. Так, давай тут чуть позже зайдем. Все, удобно, взглянем. Такая вот здесь обстановка в доме. 2007 год. Смотрите, какая резная полочка. Возможно, сам хозяин делал. Маленький скромный ковер. Постеры. Различные. Современный счетчик. Кто-то взял все постеры. Прям порвал именно. DVD-шный. За Путина, за Единой Россию. Куберские ведомости. 16 года. О, смотрите. Дневники что ли? Четверки, пятерки. Нет, это ее же все. 2006 год. А, значит, вот этот четвертый класс был. Ведение дневника. 4. Так, давайте посмотрим. Какие оценки. Четвертя. За год. Вот они. На, без троек. Молодец. Русский четверка. Русский четверка. Чтение пятерка. Математика четверка. Открытый мир, что ли, какой-то. Пятерка. Что-то, Сольф четверка. Изо пятерка. Физо четверка. Тут и пятерка. Речь о развитии. Четверка. Передена в четвертый класс. Так, это она была в седьмом году, в четвертой классе. Это она помладше меня. Гораздо. Ой, упал. Так же. Так вот блокнотик, где вклеены календарики различные. 2008 год крысы, котики, собачки, фальш в денежке. Смотри, вот комару и веры. Сейчас у нас еще интересные наклеечки различные. Фабрика звезд пять. Сериал, это Клонж, да, по-моему, был-то? Максим опять. Любил он, в общем, тоже. Лупа Максим. По постерам понятно, вон и актер, я так его зовут, который Гарри Поттер играл сейчас, молодой. Вот. А вот и, наверное, это одна из них. Это девочка Вера. Санаторий Городец. Распечатки фотографий. А, вон она подписана в 2010 год. Кто ж ты? Именно кто? А, вот это, вот она. Вот она, девочка Вера, я так понимаю. Так же Городец. Санаторий. Симпатичная девчонка-то. Сейчас уж девушка. Может даже замужем, дети, может дождись с ней. Так, а что у нас тут еще-то нет. Огромная, конечно, это ради ее. Так, а тут любая. Только футляра, а если не диск нету. Лето 2008. А, карта мира. Со странами. Ого. Политическая карта мира. В отличном состоянии. Они еще и наклеивались сюда. Девочка Вера из Нижнего Новгорода. Дача, суть по всему, была у них тут. Ну, почему-то потом они перестали сюда приезжать. Дело пустое. И дом весь разграбили. Вот. А это у нас рыбака, золотая рыбка. Так, производственный комбинат, турист. Город Ташкент. Улица Аэроплана, 60. Фото-сувенир. Золотая рыбка. Цена 3 рубля. Дата выпуска 1982 год. Ласкины гнезда. Смиренный счетчик. О, тут, кстати, 16-17 год. Календарь. Серафим Саровский на камне. Медведь. Икона. О, какие-то плакаты-постеры. Денис Черков. Стартрек. Возмездие. Ух ты. Где еще мы такое с вами видим, а? 93-го года. Календари. С девушкой обнаженной. Так, тут что-то полвеси прогнулся. О, сразу не заметил, смотрите. Ё-о, ох ты. Из подводки вся стена уклеена. Вот это да. Вот это да. Тут надо бы кровать когда-то стоял, так думаю. Как мы видим, в 17-м году здесь какая-то жизнь укипела. Ух, какой столик, смотрите, с торченой ножки, да? Красота. Он целенький стоит. В отличном состоянии. Просто немножко захламили. Передняя часть от Нивы. Решетка радиаторная. О, смотрите, на скидке. Хороший. Хм. Как никто не украл, я удивляюсь. Дворик уже ветхий. Всякая помелочь тут набросана. Ага, тут погреб, который рушится. А вот и кроватка детская. Там вон и коляска. Там куколки. Что-то я уже, сами понимаете, близко не могу подойти. Значит, провалишься. Смотрите. Отдел кадров. И наверняка туалет. Ну да. А оська висит. С пакетами. Ух ты, смотрите, какая терка. Такого плана. Как рубанчик прям. натирать что-либо из овощей. Интересно, интересно. вносит можно эти вот колясочка. Но это для куколок. Советская игрушка. Утенок. Опять у него выточная эта пищалка. Так, надеюсь, это фонарик кормит экске. Не пересвечивать сильно, то мой тот старый сел. Так. Так. Сюда мы еще забыли заглянуть. Шторм тут занавешено. О! И тут постер различный. Мультфильм. Мультфильм. Рио-Пельниковый период. А, нет. Эпик. Матрица какой-то. Ё-моё, посмотрите. Из-под вина азербайджанского. Все обклеено. Там столичная водка. Тут московская водка. Хм. Одежда немного. Постер. Пока точнее. Неудержимый фильм. летняя комнатка на веранде закрыться изнутри следующем дом подходит современный провод рама кона выставлена в это заглянем из окошко совсем-совсем маленький прям домик заглянем ух какие точеные ножки посмотрите хороший крепкий стол буфет тоже довольно таки простенький я украшением тех всех к вид побитый не хочет лети ты тоже так скромненький дом покосившийся весь вот здесь знаете нашел бегемотика помните из киндера начало и конца 90-х довольно ценное здесь это рубель чтобы гладить белье сломанная коса чемоданы так вот зарос соседний дом тут заборчик остатки думаю вход с этой стороны вон где глянь какая высота как он сныть не сныть два метра и карапив полтора это ужас весна это как хорошо травы нету свободно ходишься меньше по ногами страсть здесь обстрекался невозможно такая-то обстановка здесь в печи русская на керамзит с потолка довольно-таки пусто уже понятно мальчик приезжал на дачу с этим все машинки различные стена обклеена о свой какой необычные кресла кинем подлокотники выгнуты такой не видел кому-то с массивными такими ящиками о кубок здесь ручное творчество парень возле березы этого сжигали что нет да уже вальшина и обкрасить покрасили классно классно так вот маленькая скромная не интересненько с резьбой зеркальце с обратной стороны тоже все машинками обклеили врезали хотя ведь тоже не тогда мы видим регион то машин 119 107 7 отказа 10 до не календарей ничего нет что посмотри какой вот он даже клавиатура от компьютера чуть-чуть беспроводная что было они там право табора чем-то ящики все прям повыдирали там побросали чем такой следующий дом а у домика на другой стороне улицы который нет полов и ничего интересного на крыльце лежит от цельника и коромысла даже немного с росписью в отличном состоянии давайте занесем за нее там тут садами следующий дом вот так вот тоже весь заросший кошка приоткрыто можно заглянуть принципе такой вот 2007 так вот старые зеркало типичные здесь два портрета бабушки и дедушки с такой бороду густящий старый-старый портреты эти шишечки подвесили чем-то коммуна бумаги русская печь тут скоро провалится к кухонька маленькая совсем о смотрите грузинский чай цена рублей 52 год тут конечно же не поймешь все немножко посуды чапельник для сковороды и кочера ковер у кнут перчатки не взял игрушки белочка и собачка и опилочки катушка у хашенька старенькая вот собственно вход в дом колечко и вот так вот все взросло с нытью крапивой кустаренькими и многим другим видами растений освоить календарь девяносто первого года даже есть от гаи ссср поближе и на я стороне с 1 лесенка неплохом состоянии на чердак но тут ничего интересного то нету немного покосившийся двор с дровишками старые ульи лежат один всего лишь загончик для скота сверху сено мяч старые ржавые пол гнилая фляга на следующий дом практически разрушился и дальше уже идут дачные дома том той стороне два дачных дома а той стороне их нам штук шесть что ли тут ведь какое-то расстояние вообще нет домов поговорили возможно муж перевезли спилили на дрова идемте в общем туда эту сторону вот такие вот заросли почти с меня ростом местами даже выше да вот это заросли когда-то улица была вот они провода идут от домов вообще ничего нет вот только лилейник что цветет дома тут были нынче вообще ничего от них нет даже намек а то тут проезжал на тракторе шли примет на дневного дропинка а вон в дороге вышли наконец-то я поздно ватан включил камеру шли метр в 500 вот таким заросли все руки все обстрекал дашков снял жарище 30 лишним сейчас начнутся дачный дома жесть хотя на десятый год то тут по перечисленной человек как бы никто не жрел а машин стоит около дом семерчик а него а все тут нам дальше ты не пройдешь на по деревне ты фиг знает все кошина цветочки возле дома они должна быть дорог другим дачникам нефти не очка поставить ее тогда перекопали и все а сейчас там эти бобры маленьких запружает она сама то раньше как вот лет пять даже в семнадцатом году я последний раз ездил иногда прям сборки сюда через морду на ними ну там грязь на босса на клее грязь клея на сону было да да в основном да а когда пруд там а вы где живете а вы откуда вообще где живете мы с нижнего с города на лето живем а все лет прям я думаю что на выходные он сидит там привезли на выходные тоже приезжает вот тут эта машина да вот ходить там и жив стоят тоже 33 дома стоят а там еще два на том краю но там это уазик стоит там и еще какой-то приедет ну да да серебристые сами на выходные приезжать вот родители него две недели в отпуске были атаку прямо родом с это деревья не не я жена 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 родом а я соседние с малой андреевки напрямую если она докуда асфальт идет докуда асфальт что нет нет там большая андрея молит она напрямую здесь вот два с половиной три километра вот отсюда а там же очень малый или спецсложную машину оставили вот сюда где бобрит вы сюда налево мы вернули на малом реку она прямо шла а там мы торчит пошлем дорог заросла вообще там там она вообще ларуш там никто не сюда счет мы там кто-то походных и за грибами тоже на не винулась к следы и все за грибами вот тут лисички шли у меня там кипит давайте лисички шли тут по листы на квадроциклах и на машинах и на все а вот следы были там квадроциклов по дороге катаются постоянно земляник идет земляника но сейчас земляники мало на горе а мы шли там лесу много земляники от песочного суда много земляники в лесу в молодом лесочке там много земляники от когда с песочного суда ехали да ну а какая там там раньше был вот по поводу норму это барский хвотер мы там это как она раньше там когда-то была это она виктория потом на из зародилась она уже не виктория и не земляник а так дикой какая ходили а сейчас все там заросло а в мордовый дом на озере там чей не знаете нет как не продается хозяин что и какой кто-то в аренду взял на пруд да пруд его я был 90-м году строили этот пруд там начале 90-х вроде как строили с химия там на все как этот он начальник говорит там все княги не все рыбы заполоним будем а потом короче всех на коло сам стал этим прудом молодей никого нам нас на рыбал куда не пускал он чёк карбозу пустил все это мое землю яблок и все а сейчас тут как гостя не знаю кто хозяин в этом году этот хозяин через два года здесь постоянно жителей никто не живет постоянно нет зимой никто вот я город на лето вот внутри я смотрел перепис десятого 0 человек никто не уже 33 дома там доезжаем лет а на той сами там что же дачный там счет улочек какая-то там тоже дачный дома ну да вот это вниз там ну да вы вы выселите нам тоже катодерина давай честно сюда вот следующий брошенный домик совсем маленький на прям маленький совсем прям по южному дома не северный тип строительства абсолютно мини светелочка возле него все заросший крапивой там иван чая расцвел туда что и прокашу ли обочина дороги еще один дом по разваленной покосившийся тот вообще весь развалился такая шикарный ель точно так раз таки еще один дом стоял напротив ее видимо хозяев посадили или растет следа что здесь это стоял дом а здесь 2 даже и нету просто бурьян какие пушистые красивые вообще весь разваленный ну так еще удачных три дома все окошено упаку глубинка приезжают 4 километра с лишним по лесу до того села еще несколько километров четыре тоже полон проехать был а он и машин стоит тенечки санъемых десятых годов еще а это гараж что тоже машин стоит митсубиси д cone митс митс mind и Тут еще один дачный. Похоже. Смотрите, он как бы заброшенный. Все, ну как минимум заросшее все. На берегу веревки старая одежда висит. И замочек висит на доме. Ну и все, дошли мы до противоположной стороны. В деревне тоже стоит табличка. Название деревни. Молебная. Вот. Такое, друзья, видео. Кому было интересно, пальчик вверх. Подписка на канал, кто смотрит впервые. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Группа ВК. Канал на Дзене. Ссылочка на них в описании. Те, кто хотят помочь, если вдруг копеечка на бензин. В это нелегкое время для небольших блогеров. Писать также визиты. Картсберг, Кошлёк и Мань. Фух, запыхался. В город уши шли. Вот так. Спасибо, в общем, всем неравнодушным. Всем огромнейшей удачи. Встретимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok